Преобразовать территорию по улице Самарской от Маяковского до Чкалова, известную также как 129-й квартал. В Доме купца Мыштакова при поддержке правительства Самарской области и фонда президентских грантов сегодня прошла сессия воркшопа «Ярмарка кварталов». В ней приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Над проектом «Четыре месяца» работали три группы архитекторов. У каждого из них свой взгляд на то, как должна измениться территория в центре города. Группа архитектора Ирины Фишман предлагает оставить квартал в неизменном виде. Важно, что мы хотим сохранить дух места, то есть дух Самарского двора, его уникальную атмосферу. Место на самом деле уникальное, потому что это, во-первых, то, что оно сохранилось в таком виде на протяжении 150 лет, на котором оно существует, именно на границе исторического поселения, где почти все уже снесено, это уже уникально. Во-вторых, оно обладает потенциалом показать такой исконный самарский быт именно Мещан. Потому что Самара, как уже многие историки говорят, это все-таки не город Крупцов, это город Мещан. И этот квартал, он изначально был заселен именно Мещанами. Другая группа архитекторов под рабочим названием «Мягкая реновация» предлагает преобразовать квартал с небольшими современными добавлениями. Вдохновлялись они проектом «Иркутский квартал». Они предлагают оставить здания, но обнести их новыми фасадами, которые должны смотреться единым ансамблем, и сделать парковки за счет сужения улицы. Наша стратегия, которая «Мягкая реновация» – это полная реконструкция зданий, но с сохранением исторических фасадов. То есть мы предлагаем в исторической застройке новые здания, но с единым дизайн-кодом. И предоставляем новые коммерческие площади. Мы делаем уникальные пространства, которые являются open space, они выгодны для арендаторов. Третья группа архитекторов настроена радикально. Она предлагает трансформировать квартал с учетом современной архитектуры. То есть снести то, что есть, и построить новые здания. Мы взяли за основу принципы экологического урбанизма и поняли, что они очень хорошо сочетаются с этой исторической застройкой. Люди прямо в центре города получают, с одной стороны, огромное количество объектов социальной инфраструктуры, а с другой стороны, они очень близки к природе. В концепции их рассмотрели все важнейшие аспекты работы с кварталом. Функциональное наполнение, архитектурный облик, экономику, расходную часть и окупаемость, типологию строительства и реконструкции, возможные способы управления проектом. Обсуждение реноваций 129-го квартала продолжится. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События.